Гуру Махарадж, мои поклоны. Так, друзья, Гуру Махарадж, миленький, здравствуйте. Александр Геннадьевич Хакимов, уникальная личность для меня, для миллионов философов, писатель, художник и просто личность с огромным-огромным любящим сердцем. Я тронута тем, что в своем невероятно плотном графике Александр Геннадьевич нашел время, желание и готовность. Это был мой крик души, я просто написала Матушке Гаврач Андрике и сказала, я просто очень-очень прошу, нам нужна эта встреча. Александр Геннадьевич, дорогой, сегодня в этом чате, в этом зуме, в этом пространстве подавляющее большинство людей, которое родилось, пространство родилось, по вашему благословению, по вашей рекомендации 30 ноября, в мой день рождения. Не прошло и полгода, как все случилось, и случилось самое главное. Последние 8 лет у меня есть огромное желание вас радовать. И все, что я делаю в последние годы в своей жизни, это, я думаю, чем порадовать вас и Бога. Если я порадую вас, у меня есть очевидное доказательство, что Бог радуется тоже. И родился клуб Soul Rise, Рассвет души. Клуб личностного роста, где мы уже несколько месяцев проводим вместе. И сегодня эта просьба, обращенная к вам, чтобы вы нашли время и пришли к нам, была для того, чтобы люди почувствовали то, что вы всегда рядом с нами. То, что нет не по первому злову, но когда есть потребность, то даже такое невозможное, когда в плотном графике нет свободного места, оно находится. Позвольте мне просто сейчас передать вам слово для приветствия. Всем добрый день. Рад вас всех видеть. Я, наверное, не смогу всех рассмотреть отдельно. Но вот эти маленькие картинки, которые я вижу, я вижу ваши лица сияющие, вот красотой внутренней, да, вашим стремлением познавать себя, жизнь, мир, учиться. Вот это радостно наблюдать, конечно, во всех вас. Спасибо, что собрались. Сегодня что мы обсуждаем? Мы выбрали тему нейтральную. Знаете, говорят, что только 2% людей способны думать. 3% думают, что способны думать. А 95% скорее умрут, чем попытаются думать. Вот так как у нас клуб личностного развития и чат во имя любви, а также чат еще один любя побеждает, это вот все пространства, которые мне удалось создать за последнее время, и уплотнить людьми, которые в поиске находятся ответом на свои вопросы, я делаю выводы, что это люди, которые заинтересованы находить ответы на свои вопросы. И мы выбрали тему законы кармы. И вот я сегодня передам пожелания большинства людей, которые добавляли свои вопросы, личные вопросы на эту тему. И вот давайте начнем с темы «карма» и «судьба». Это одно и то же? И если нет, или если да, то чем отличаются эти понятия, если нет? Это не одно и то же, это близкие понятия. Видите, да есть даже два слова «карма», если перевести буквально, это «деятельность». Мы говорим «работа», «пошел на работу». Или «я делаю, чем ты занят», «я делаю то-то и то-то». Это «карма». Когда я говорю, то тоже «деятельность» и тонкая карма в уме, в мыслях, тоже это тонкая форма деятельности. Значит, ум — это семя деятельности. Речь — это уже что-то очевидное, воспринимаемое, что я собираюсь делать, даже что я уже влияю на какую-то деятельность. И физическая работа, да? Так что конкретно что-то воплощают. В этом мире из ума переходит в конкретное какое-то воплощение в различных формах. Это всё называется «карма». А судьба — это то, что нам карма даёт. Продукт как бы кармы, судьба. Например, я совершил какой-то поступок, и он сравнивается с семечком, который посадил в землю, в определённую землю определённое семечко. И что произойдёт потом, я не знаю. Я могу не знать. Благодаря тому, что семечко и земля, почва, оно само растёт уже без моего участия. И затем вырастает, плодоносит, даёт плод. И вот закон судьбы такой, что что посеешь, то пожнёшь. То, что я пожну в будущем, — это моя судьба. А то, что я посеял сегодня, — это моя работа. То есть моя работа, моя деятельность превращается в мою судьбу. Видите, как трансформируется, да, в будущее моё. Вот что я вкладываю, скажем, в своих детей, я то и получу в будущем тоже. Вот этот закон работает повсюду, да. На физическом уровне я совершаю какое-то, скажем, действие, и есть противодействие. Закон действия, противодействия. Это те же самые законы. Закон простой. Но самая система отношений очень сложная, потому что мы много чего делаем, много чего думаем одновременно, говорим разные вещи, и хорошие, и нехорошие, и ошибочные, и истинные. То есть наша судьба. Поэтому, ну, бывает непредсказуемо. Вроде всё я делал правильно, а вот что случилось в итоге, почему, не знаю. не смог проанализировать, не смог уловить, да, вот это, разобраться в моей карме, в моих поступках, не смог бы разделить, да, вот это добро и зло где-то, или там, что я должен, что не должен делать. То есть вот эти вещи, знаний, у людей сегодня мало. Мы же делаем всё правильно с вами, да? Так мы думаем. А получается что-то вот другое, допустим. Или вообще ничего не получается. Или получается хуже, чем мы предполагали, да? Вроде не планировали мы неплохих вещей, никаких, а они всё равно происходят. Это законы кармы, которые у нас так обучают. Так мы на опыте приобретаем какие-то знания. Но это как бы не совсем желательно, конечно, на опыте, страдании, да, получать знания. Лучше учиться у духовного учителя, заранее знать, что хорошо, что плохо, заранее знать, какое направление деятельности правильное, сейчас много людей заблуждаются относительно кармы. Знаете, в чём? Уже знаю даже немножко об этих законах. В том, что они считают себя, ну как бы, непричастными к проблемам этого мира. А каждый человек, кто действует в невежестве, он причастен к проблемам мира, прямо или косвенно. Знаете, Достоевский, он, например, Достоевский, он был очень чувствительный, знаете, талант, да, рождённый талант. Он понимал любое мировое зло как личное оскорбление самого себя. То есть принимал как личное оскорбление. Он так воспринимал события в мире. Видите, он чувствовал, да, пульс мира, жизнь мира, он чувствовал, что какие-то плохие вещи происходят. Он чувствовал как оскорблённым себя, что в мире такое происходит. Он причастным чувствовал. А сегодня у нас есть как бы, ну, ширмы, мы делаем ширмы, мой личный мир я как бы осуществляю, делаю, да. Вот если какая-то вещь происходит за пределами, да, я не причастен к этому. Я могу критиковать, осуждать, допустим, там, мнение, думая, что я к этому не причастен никак. Например, закон кармы. Существуют бойни, где забивают животных. Я могу сказать, я не забиваю животных, я просто честно тружусь. Я к этому никакого отношения не имею. Но если я ем мясо, если я иду в магазин и оплачиваю, оплачиваю, да, эти деньги за этот продукт, то я даже неосознанно поддерживаю, получается, это производство, производство насилия. Это тоже одна из причин, почему всё-таки страдания могут приходить. Если даже я вегетарианец, ем вегетарианскую пищу, да, всё равно, если эта пища не освещена, я ем всё равно чью-то жизнь, поймите. Это тонкие-тонкие законы бытия, которые люди могут сейчас игнорировать просто, не понимать. Силы условий, в которых они живут, есть такие тонкие энергии, которые сегодня человек может не осознавать, не чувствовать. Но если мы получаем дар знания, если мы получаем дар знания, мы получаем, возможно, чувствовать эти вещи, чувствовать, да, как мир устроен на самом деле. Вот тогда мы сможем разобраться в этих тонких законах кармы, правильным образом. Александр Геннадьевич, я так радуюсь, я смотрю на количество людей, и я вижу, что их добавляется. Знаете, я вам благодарна за ответ, у меня очень много вопросов, и хочу сейчас выразить свою благодарность своей духовной сестре, которая здесь рядышком, она получала у вас инициацию, Тавера Вайджанти, она здесь, и она постоянно помогает мне в той деятельности, которой я занимаюсь, она предлагает свои вопросы, она очень много помогает. Здесь так много людей, которые помогают, и мне хочется, чтобы прям вы их как-то услышали о них, потому что мне одной ни за что бы не справиться было бы с тем объемом, который сейчас который лег на мои плечи, здесь есть совсем юная девушка, которой только-только исполнилось 20 лет, и она из Украины, и ей пришлось переехать в другой город украинский, в Западную Украину. Она тоже помогает и делает и баннеры, и делает, нарезает видео, и обязательно вот встречу, которую мы сейчас с вами проводим, она будет так дозирована и разложена на кусочки и подана каждый день меняющимся интернет-пространстве. Юля Баринова, которая вот буквально недавно, только благодаря тому, что появилось пространство «Рассвет души», она уже побывала лично на встрече с вами, она получила духовное имя своей дочери, вы ей дали прям в поезде, я не знаю, вспомните вы этот сюжет или нет, но Юля вошла к вам в поезд, когда вы отправлялись из одного города в другой, вот сейчас она в машине, и вы дали Гауранге ее дочери имя. Вы знаете, почему я об этом вам рассказываю? Да потому что мне так хочется личностных отношений, чтобы вы были не какой-то такой заморский Александр Геннадь, до которого не дозвонишься, не достучишься, я просто сейчас своим примером показываю, что вы действительно доступны, вы слышите, у вас такое огромное сердце, что вы готовы прийти по зову того, кто зовет, но зовет очень громко, кричит, можно сказать, и вот так вот Господь, мы сейчас говорим о карме и как происходит исполнение закона кармы, ну например, я убил тебя, а ты убьешь меня, или как-то по-другому, вот если я убил, то я буду убит, но от руки другого живого существа, вот вы говорите сейчас, бойни, животные, аборты, это тот же самый принцип, как это случается в мире? Механизм кармы очень сложный, для нашего понимания это очень сложный механизм, в Агаваддите говорится, что анализировать карму не нужно, потому что это очень сложный закон, и человек запутается, его разум будет смущен, и там описываются только три момента, которые человек должен знать, это благочестивая деятельность, нужно знать, что это такое, что такое греховная деятельность, нужно знать, что такое грех, и что такое духовная деятельность, вот три момента, и также есть бездействие, отказ от действия, отказ от действия приравнивается к греху, получается три вещи, да, в целом, три главные вещи, а механизм, если вы хотите о механизме услышать, то это очень тонкая вещь, правда, это связано с тонким телом человека, то есть карма хранится как отпечатки в тонком теле, как матрица, то есть мы как бы имеем это физическое тело, а внутри имеем тонкое тело, и они в чём-то похожи друг на друга, в чём-то не похожи друг на друга, в чём-то очень сильно отличаются, например, физическое тело я представляю как для общения, да, я в приятном виде представляю всегда, я должен быть хорошо выглядеть, вот, знать, как общаться, с людьми, культура должна быть какая-то определённая, как выражать свои убеждения, как спорить с людьми цивилизованно, а это одна сторона, да, моего физического тела, как я представляю себя, а тонкое тело при этом может быть совершенно другим, я могу улыбаться кому-то, а внутри ненавидеть его, допустим, думать какие-то вещи, или наоборот, то есть такая двойственность возникает, и вот вся карма как бы в чистом виде, она находится внутри самого человека, в тонком теле, как она есть, вот та правда, да, жизни, которую знает сам человек о себе, и от других он может скрывать многие вещи, там, скрывать свои недостатки, свои поступки на внешнем уровне, да, это вот представляет себя таким образом, а внутри он будет совершенно другим, и вот эта двойственность, она как бы порождает новую карму, что я создаю какие-то вещи, которые мне не свойственны ради моего какого-то престижа или выгоды, вот так карма приобретается, законные механизмы кармы, если учесть, что много людей собрать вместе, которые именно объединяются со своими мотивами эгоистичными, но делают вид, что хотят служить друг другу, помогать ради блага других, они создают много тонких концепций, которые входят в заблуждение, просто потому, что они выгодны всем, они их принимают, но они не являются настоящими, то есть истинной, не являются истиной. Например, какое-то предприятие богатое, и человек там работает, и много людей там работает честно, они честно трудятся, и там есть договора, есть закон, есть начальство, есть зарплаты, все честно происходит, но предприятие все обанкротилось, допустим, вы спросите, а в чем виноват этот человек, который там честно трудился, он же честно трудился, он ходил на работу, согласно договору действовал, получал зарплату, не воровал, качественным продуктом, скажем, выпускал, он выполнял свою функцию, в чем же он виноват, почему случилось с ним такое, а потому что он часть системы, которую он не знает, он действовал в невежестве, может быть и честно, но в невежестве, и поэтому он разделяет карму всего предприятия, в знании или в невежестве он получает тот же самый результат, потому что предприятие действует в невежестве, ради собственной выгоды, и она в конкуренции находится, поэтому получается невольно честные люди в системе конкуренции находимся сейчас, мировой, в системе конкуренции, поэтому страдают не только предприятия, но и каждый, кто находится в этом предприятии, не только это политика страны, но политика страны касается каждого гражданина, каждого человека, экономика страны касается каждого человека тоже, потому что мы часть системы, уже обусловленные и каждый человек рождается как часть системы, уже обусловленной системой, то место, где он рожден, и вот есть освобождение души, освобождение сознания, когда мы не часть системы, созданная человеком, а часть семьи Бога, это духовное сознание, о чем говорит Бхагавадгид, о чем говорят все священные писания, то есть служи Богу, не служи предприятию, не служи просто государству, служи Богу, выполняй свои обязанности, должен сознавать Бога при этом, это делает человека свободным от любой системы, его сознания, его жизни, это очень тонкий механизм. Грума, хорошо, у меня прямо сейчас такая мысль, я смотрю, у меня здесь сейчас пара из Канады, это Ирина Сухарукова с супругом, но родилась Ирочка на Украине, вот плюс я родилась на Украине, но живу в Литве, и у меня вопрос, вот как в этом случае карма человека, который где-то родился, оказался совершенно в другом месте, вот как это связано, или в смысле как это объяснить, тогда какая задача у человека? Сейчас у человека нет никакой задачи, если мы говорим о современном человеке, ему такие задачи не ставятся, нет таких задач, нам не давали никаких задач, каждый сейчас сам за себя живет, выживает сам за себя, поэтому уже мы не видим такой замкнутой культуры, как китайская была цивилизация, скажем, или вот железный занавес какой-то был, или вот какие-то были границы такие плотные, сегодня люди стремятся жить в мире как хотят, ехать куда хотят, устраиваться где хотят, где им удобно, у них нет задачи другой, просто желание выжить или жить лучше, это жизнь в невежестве, строго говоря, без какой-то высокой задачи, это жизнь в невежестве. Значит ли это о том, что, ну, то есть, если люди вынуждены жить вот так вот без цели в невежестве, что каждый человек на собственном месте способен поставить перед собой другую задачу, цель, жить в вежестве, жить в благости и идти уже тогда к этой своей цели? Да, это уж другая жизнь, совершенно верно, называется А-карма, это духовная жизнь. Если у вас есть высшая цель, то это уже совершенно, вы уже не подлежите обычным законам кармы, мы сейчас говорим про обычный закон кармы, это жизнь невежества, то есть карма управляет нами, не мы управляем жизнью, а наши поступки, последствия управляют нашей жизнью, толкают нас к большим ошибкам, чем мы совершили, это карма, снежный ком, он увеличивается, 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 и в конце концов уничтожает всё. Любая материальная цивилизация идёт к разрушению, зарабатывая различные виды оружия в конкуренции, самозащита, оборона, она идёт к опасной черте, к опасной черте, где может разрушено быть всё, и такие цивилизации были в прошлом, которые сегодня не существуют уже, это уже повторялось много раз, то есть этот путь, это карма называется, снежный ком, он увеличивается, увеличивается, и в конце концов люди ненавидят эту жизнь, думают, что вообще это ошибка, ошибка, что вообще человечество на земле живёт, это ошибка, нужно всё это просто уничтожить, и не будет никаких проблем. Ни Бога, ни души нет, и живём один раз, и зачем живём, смысла нет, лучше всё это уничтожить, и никаких проблем не будет. Зачем всё это нужно, бессмыслиться. Это вот законы кармы, обычные законы кармы в невежестве приводят к этому состоянию. Но поскольку сейчас мы говорим о том, что есть более высокие задачи, это другой уровень. Если вы об этом задумываетесь, вы уже люди не из этого мира, вы уже делаете шаг на платформу выше. Если вы задумываетесь о более высоких смыслах жизни, даже хотя бы о своём личном смысле духовном, уже вы выходите из категории обычных людей, которые живут в невежестве. У вас уже есть вопросы, у вас есть уже потребность, знание, смысл жизни. Это новая жизнь начинается. И вот как раз у нас поступил вопрос, а можно спросить, допустим, я отказалась от мяса, рыбы и яиц, но есть муж и семья, свекровь, и я выполняю семейную карму, готовлю для них с мясом, как палка двух концов. Не сразу мы выходим из подвияния кармы, видите? Карма имеет такое понятие, как инерция. Вот вы толкнули вагон, он не сразу остановится от вашего толчка, он по инерции ещё, вы, может быть, не хотите, чтобы он ехал, но инерция будет заставлять ещё его ехать. Или как вентилятор, который вы отключили от розетки, но он всё ещё вращается и может поранить палец. Если вы перестали есть мясо, это не означает, что мир сразу вокруг вас изменится, что сразу согласятся ваши родственники, последуют сразу вашему примеру в тот же день. Нет, ещё есть инерция, потому что вы вместе это делали, вы жили раньше по-другому, и поэтому они хотят, чтобы было как раньше, есть инерция по привычке. Все ели так, давайте будем продолжать так. Как пили вино, почему нельзя пить вино? Они не могут сразу согласиться, есть инерция жизни, есть привычка. Поэтому когда вы какие-то принципы уже строгие вводите в свою жизнь, духовные понятия, философию, образ жизни, то ещё по закону инерции вы ещё будете сталкиваться с трудностями. Несомненно. Но это всего лишь инерция. Это всего лишь инерция. Это уже не навредит вашей жизни, направлению жизни. Это угасающая инерция. Как этот вентилятор, он ещё крутится, но уже затукает, теряет силу. Постепенно теряет силу. Вы знаете, у нас потрясающая девушка есть в нашем клубе, Женечка, и вот она задаёт вам вопрос, как же быть настоящим, если очень невежественно, если же мысли господствовать, наслаждаться, экспортировать, экспроприировать, наверное, или эксплуатировать, скорее всего, но понимая, что это плохо, но это так глубоко, как выйти из этого невежества, как не быть лицемером, внутри тьма, снаружи стараясь быть, и становиться лучше. Когда человек обретает духовное счастье, ну вот просто крупицу, опыт первого соприкосновения с духовным счастьем, если ему удаётся такая удача в жизни, редкая удача, встретить духовную Личность, которая дарит частичку духовного счастья, даёт попробовать на вкус духовное счастье, это великая, великая удача в жизни, тогда у вас появляется, когда в сердце помещаете эту частичку, у вас появляется одна способность, которая отсутствует в материальном мире, в невежественном мире она отсутствует, одна способность, которая вас ставит на путь освобождения от всех страданий, это желание простить этот мир за все ошибки, просить прощения и начать другую жизнь. Вот только тогда вы можете начать новую жизнь. Если вы не простили и не просите прощения за свои ошибки, вы и можете начать как таковую духовную жизнь, вы будете просто мстить или желать кому-то зла или оправдывать себя. Мы всю жизнь себя оправдываем и кого-то критикуем, себя оправдываем и кого-то критикуем. Вся наша жизнь сопутствует вот эти две вещи, две функции. Себя нужно оправдать и вину переложить на кого-то, найти вину где-то в другом месте. Себя нужно оправдать. Но как только вы получаете духовный вкус, у вас совершенно всё меняется, вы начинаете чувствовать сострадание к людям, что у них нет этого счастья. И вот тогда ваша жизнь называется а-карма. Вы начинаете служить Богу, а не себе. То есть до этого момента человек служил себе. Это есть карма. Что посеешь, что пожнёшь. Вот то, что ты заработаешь, то ты и получишь. И мы получаем разные плоды. И сладкие, и горькие, и всё вместе. У нас есть и свои обиды, и свои амбиции, и конкуренции, и враги, и друзья в этот мир. Но как только мы получаем духовный вкус, вот тогда уже наша картина меняется, наше мировоззрение, мироощущение меняются на другой уровень, более высокий уровень, на уровень прощения. Потому что выше кармы как раз закон прощения. Я вам должен денег. Это плохая карма. И не отдаю. Не могу отдать. Ну вот я у вас занял деньги, да? Потратил их, потерял. Не пошли они в оборот, я их потерял. А я же всё равно вам должен, понимаете? Это карма, плохая карма. Я говорю, ну нет денег. А вы говорите, а вот ты должен мне. И начинается война, понимаете? Из меня трясут деньги, а я не могу отдать. Из меня трясут, а я не могу отдать. Я умираю. Карма переходит на следующую жизнь. И я всё равно должник, понимаете? Они отпустят карму, они простят эти вещи. Но вот другая ситуация. Вы даёте деньги какому-то человеку, он их потерял. Хорошо. Несчастье случилось. Отдать не может. А вы говорите, хорошо, я тебя просто прощаю. И кармы нет. Смотрите. Её просто нет. Как всё просто. Ну это же Иисус говорил, прощайте, прощина будет. Видите, как всё просто. Ну это просто выглядит. Но научиться этому немалый труд, знаете, научиться прощать. Знания опять же. Где-то нужно прощать, где-то нужно добиваться своего. Это же жизнь, она разнообразная. Нам ставят различные уроки, различные препятствия, различные задачи. Не то, что нужно вот так вот слепо прощать всё, но нужно ещё понимать, в чём мой долг. Разобраться, что я всё-таки должен делать. Чего я должен добиться всё-таки. Гур Махарадж, а всё ли можно простить? Ну, или злодеяние можно простить? Когда вы уходите из этого мира, вы должны простить всех. А пока мы живём. Когда вы уходите из этого мира, вы должны простить всех. А пока живём. Пока живёте, вы не сможете, может быть, сразу это сделать, пока вы живы. Потому что чувства живые. Если кто-то вас обидел, ваши чувства живые, живые живы. Будете помнить это. Но когда вы оставляете тело, вы должны забыть это. Вы должны простить. Вы должны обратиться к Богу. И когда вы обращаетесь к Богу, то вы ясно видите, почему вы были обижены, и почему вас обидели. Вы начинаете видеть все эти причины. И вас больше это не беспокоит, потому что вы понимаете, что всё было правильно на самом деле. Просто было больно, и поэтому я ничего не понял. Но было правильно. И вы можете простить. В знании простить. А есть ли какие-то слова или рекомендации тем, которым больно, или которые не готовы пока ещё прощать? Знаете, я не встречал людей, которые готовы всё сразу простить, но я хотя бы встречаю людей, подобно вам, которые хотят научиться этому. Я говорю, это уже большой шаг, поймите. Это уже серьёзный отрыв от обычной жизни. Мы хотя бы хотим встать на этот путь, хотя бы пытаемся это сделать. Уже вы обретаете особое влияние на мир и особое могущество, понимаете. А так вот научиться прощать, как мы сейчас говорим, им нужен большой опыт духовный. Большие знания нужны. Это не самовнушение, понимаете, что мне больно, я вас прощаю, в сердце хожу с этой обилией, скрывая от вас. Это не так. Нужно понять, глубоко в сердце понять. Однажды ученики Прабхупада спросили Прабхупада, а вот чтобы стать демоном, ведь это же тоже выбор души, стать демоном, верно же? Она же выбрала это когда-то. И Прабхупад сказал, нет, не так. Оказывается, можно попасть под влияние материальной энергии и стать демоном, демонизироваться. Кто из нас выбирает жизнь демона? Скажите, кто скажет, что я хочу быть демоном? Обычно нет. Человек говорит, я не собираюсь быть демоном, я не буду плохим, я буду хорошим. А как мы становимся плохими, если никто не выбирает этот путь? А как-то же мы становимся под влиянием материальной энергии, под влиянием телесной концепции. Поэтому в глазах Бога все живые существа невинны. В глазах Бога. Он видит душу. В глазах Бога. В наших глазах не так, потому что мы идем путем дхармы. Мы должны знать, в чем свои обязанности, не поддаваться этой иллюзии, влияние материальной энергии. Нам нужны знания, поэтому в нашей человеческой культуре есть знания и законы, которые нас оценивают. Нас оценивают, кто мы. Мужчина, женщина, национальность, какая культура, образование, характер, профессия. Вот по этим оценкам мы понимаем друг друга. И чтобы выйти из этих оценок, вот этих вот навязанных материальной природой, нам нужно понять, в чем мои обязанности. Исполняя именно свои обязанности в служении Богу, мы постепенно освобождаемся от всех этих обозначений, от своей кармы. Потому что вы есть душа, говорится, вы не тело. И вот тогда мы прощаем всех и вся. Дети говорится, что такой человек становится дорог всем, и все дороги ему. Начинаем понимать, что такое семья Бога. Вот интересный вопрос, прям за вашим комментарием следует. «А какое право я имею прощать, если я сама грешна и ничтожна в этом мире?» Право прощать? Да, «Какое право я имею прощать, если я сама грешна и ничтожна?» вы прощаете перед Богом, прощаете. Не перед человеком просите прощения, перед Богом вы просите прощения. Это наша обязанность, на самом деле, перед Богом. «Если я прощаю всех, то я что, Бог, что ли?» Иисус критиковал, первосвященники не понимали его положение, представителя Бога. Он говорит, «От нынки тебе прощаются все грехи». Он говорит, «А кто ты такой? Ты что, Бог, что ли, что прощаете все грехи?» Но он был на таком уровне, да, он через Бога это делал, не через себя, а через Бога это делал. И поскольку, если мы на пути к Богу находимся, то мы научимся прощать. Для Бога, для человека мы не сможем просить прощения по-настоящему. Ведь он реально плохой, понимаете? Реально плохие вещи делает. Как я могу простить, если я вижу, если я чувствовал, если я свидетель всех его злодеяний, как я могу простить такого человека? Это вообще возможно для меня? Невозможно, нет. Для наших чувств, нашего разума, опыта — это невозможная задача. Но если мы понимаем как бы Бога, это уже другой вопрос. У нас появляются огромные духовные силы, может даже появиться сострадание к обидчику, понимаете? Но мы же видим такие примеры, опять же, как Иисус Христос. Его распинают за грехи других людей, пожалуйста. Мы знаем все об этом, но мы не можем… Пример есть. Один там на тысячу лет, может быть, но есть пример. Но это наш путь. Возможно, мы не сможем точности повторить такие бодвиги, но это наш путь, наш процесс. Осознание души. Гуру Махарадж, вот буквально недавно посмотрела, как-то попалось на глаза видео. Сын героя Советского Союза совершил убийство, маньяк, маньяком стал, пять грудных детей убил. И вначале отец нанял ему ведущего адвоката, но впоследствии, когда насилие было доказано, он от него отказался. Карма родителей принимать своих детей или вот если отказался, то как в этом смысле, в этом случае? Надо сформировать вопрос. Точнее. Карма поступок родителя, то есть задача родителей принимать детей любыми и разделяет ли родители карму детей? Если карма проявлена, у нас нет выбора. Это все равно ваш сын. И если даже ты от него отказываешься, то что? Отказался формально. По факту биологическому все равно это ваш сын. Если я формально отказался от сына, это не означает, что он перестал быть моим сыном биологическим. Карма-то уже проявлена, вы не можете ее изменить. Судьбоносные законы вы не можете обойти. Если судьба, вы не можете ничего с ней сделать. Все, что посеешь, то пожнешь. Ты получил такого сына, потому что ты бросил семя когда-то, поступка какого-то, и этот поступок вырос вот в этот фактор. Принял форму твоего сына с такими качествами. Я должен это принять, потому что это моя карма, моя судьба, она уже проявлена. Все, уже приговор есть. Ну да, это как бы исключение уже, а исключение никогда на уровне Бога никто никого не исключает. Когда у одного царя родился сын, которого звали Вена, это в Пуранах описывается, он с детства был кровожадным, этот сын, а царь был праведным, святым. Он надеялся, что он сможет воспитать, через воспитание да изменить его кровожадный характер, сделать его достойным наследником царства. Единственный сын очень дорожил им. Но при всех его попытках у него ничего не получилось, потому что был свят этот сын Вена. И тогда что сделал царь? Он отказался от царства и ушел просто в отречение влез навсегда. Зачеркнул всю свою жизнь прошедшую, просто ушел к Богу в отречение. вот как это происходит. И ничего не мог изменить, потому что царь Вена много зла потом принес в обществу, потому что он все равно его наследник был, единственный. Он много зла принес всему миру, а царь, поскольку ничего не мог с этим сделать, просто ударился в лес, ушел к Богу и все, потому что у него не было другого выхода. Вот такие судьбы описываются. Гур Махарадж, как сделать этот рывок и увеличить количество действий на пути к духовной жизни, воспевать не 5 кругов, а 8, 16? Как еще больше служить людям и быть достойны встретить и обрести милость духовного учителя? Это милость Господа или судьба? Вся наша духовная как бы духовный смысл заключается в служении Богу. Сколько мы кругов не повторяли, главное для нас служить Богу. Один круг, два круга уже вы можете служить Богу, вы будете уже различать эти вещи. Где служение Богу, где служение Мамоне. Святое время даст нам вот это развлечение, ясность понимания, где истина, на какой стороне вам быть. И просто нужно знать, где это служение Богу, как служить Богу, а не служить кому-то другому. Не усугублять свою карму, чумы. Если мы принимаем какую-то сторону конфликта, мы часть конфликта, если частью проблемы, просто усугубляем проблему. служение Бога должно привести к умиротворению, к тому, что у людей пробуждается разум и духовные понимания, понятия приходят. Те утраченные понятия духовные, они восстанавливаются, оживают в сознании, в чувствах, такие как сострадание, любовь, дружеское расположение ко всему живому. И мы становимся активны вот в этой стороне, в божественной стороне. а не просто входим в конфликт, чтобы принять какую-то сторону, и тогда мы часть проблемы. Таким образом, мы не улучшаем мир, видите, мы как раз усугубляем проблему. Это искусство в Бхага Водите описывает искусство деятельности как а-карма, освобождающая нас от кармы деятельности. Как просить прощения перед Господом, спрашивают, как служить Богу? Как служить Богу? Для этого нужно понимать, в какой-то степени нужно понимать природу Бога. Например, для меня существуют плохие и хорошие люди, в моем восприятии есть плохие и хорошие люди, а у Бога такого восприятия нет. Если я служу Богу, я уже должен разделять Его видение. Он друг всех живых существ, абсолютно каждого. Я могу критиковать философию человека, могу критиковать поступки человека, но я не могу покуситься на его душу, потому что душа принадлежит Богу. Я могу не согласиться с поступками или с философией, но сама личность принадлежит Богу прежде. Поэтому нужно быть осторожным в том, чтобы не создавать себе в этом материальном мире друзей и врагов. Гурмахарадж, вот здесь вопрос от Александра, руководитель благотворительного фонда, много разных активностей, кормим людей вегетарианской едой, бездомных и пенсионеров и инвалидов. Какой результат такой кармы у тех, кто кормит незащищенные слои? Что они создают своими поступками для себя в будущем? Можно ли людей, у которых тяжелая судьба, приглашать в служение другим людям и таким образом слушать свою собственную судьбу, преображать такая деятельность людей? Это благочестивая деятельность, да, она рекомендована. Если уж мы что-то делаем, нужно делать добрые дела. Мы вынуждены действовать. Как же тогда действовать, да, если добрые дела нужно делать? Нужно делать благочестивые вещи. Кормить голодных людей — это благочестивый поступок. Никто не должен голодать. Формула ведическая такова, что все живые существа должны быть счастливы. Не люди, а живые существа. Все живые существа должны быть счастливы. Это наша общая обязанность человека — следить за этим на земле. Это предназначение человека разумного. Ему как раз даётся вот эта обязанность, долг — следить, чтобы все живые существа были счастливы в этом мире. Вот такие вещи мы должны распространять и делать. Это благочестивая деятельность. Она возвышает сознание, чувство. Такой человек идёт на высшие планеты, говорится. Вот сюда атмосферу рая на земле. Хочу порадовать вас. Вы давали наставление в самом начале, полтора месяца тому назад, что нужно делать добрые дела. Вы даёте такие наставления всегда. И вот сейчас наша сегодняшняя встреча, я попросила тех, кто здесь присутствует, принять участие своими пожертвованиями, и мы их отсылаем теперь в фонд пища жизни, помощь для тех людей, которые остались без крова, без еды, без воды. Также мы сейчас печём домашний хлеб на домашней закваске и собираем пожертвования, также отправляем эти деньги в помощь. Я знаю, что здесь у нас на встрече есть Катя из Белоруссии, которая собрала уже под названием любимая целую команду, порядка ста человек, женщин, и они творят добрые светлые дела и тоже принимают участие в распространении этого света и проповеди знаний. Это я стараюсь тоже вас порадовать, сказав о том, что здесь не просто люди собрались, но люди, которые реально следуют след в след за вами, за вашими делами. И сегодня знания, которыми вы делитесь, они прорастают на благоприятную почву. У нас еще есть вопросы, сколько лет из жизни может проходить от поступка до реакции и от чего это зависит? Это зависит от силы семени поступка и качества почвы, на которую бросается этот поступок. Поэтому некоторые растут долго, даже в этой жизни еще и не получим урожая. Некоторые быстро, прямо на глазах развиваются события. Некоторые мгновенно возвращаются к нам. Такое понятие есть как мгновенная карма. Это можно видеть, когда люди прямо ссорятся, кричат друг на друга, как пинг-понг, да? Плакое слово обратно такое же и такое. Мгновенная карма называется. сразу решается и расходятся. Либо наоборот, они говорят хорошие вещи, сближаются быстро, сразу сближаются. Это на глазах происходит. Тяжкие какие-то поступки, преступления, как правило, вызывают у человека сильный страх наказания. и он пытается избежать наказания, скрывая этот поступок или убегая от преследования. На это придет время какое-то. Время, чтобы обнаружить человека, изолировать его, подсуток дать. Время требуется. Но время требуется не только для того, чтобы поймать его, а для того, чтобы он осознал тяжесть своего поступка, пережил это. И возможно, если он посчастливится, он обратится к Богу. Поскольку есть тяжкое наказание ему предписано, он может обратиться к Богу. Есть много таких примеров, когда люди приговоренные к тяжким наказаниям, они обращались к Богу сразу же. То есть также в этом смысл есть. Дается ему время для этого пережить тяжесть преступления, обратиться к Богу. Также есть люди, которые избегают в этой жизни наказания. Почему? Потому что кроме преступления они совершили также много хороших дел. То есть карма смешивается и также дается возможность человеку нейтрализовать какие-то плохие свои поступки хорошими поступками, обогатить свою жизнь. Человек виноват и одновременно он герой может быть в чем-то. Во время таких экстремальных ситуаций проявлялось в людях иногда и плохие качества какие-то и героические качества также проявлялись. Я это знаю, поскольку в экстремальных ситуациях был в свое время. И в годы войны это тоже была удивительная вещь, что солдаты, сражающиеся на полях сражений, проявляли героизм, друг за другом горой стояли, жизнью рисковали. И в то же время совершали серьезные злодеяния, когда дело касалось каких-то других людей или женщин, насиловали. Это я получил еще информацию, когда учился в школе. Это был такой случай для меня, знаете, я получил травму, глубокую травму, честно скажу. Мы поехали за ягодами два друга. Я, может быть, шестой, седьмой класс учился всего лишь. Далеко за город уехали. Автобусы редко ходили туда. Это был аэропорт далеко, северный городок на Дальнем Востоке. Мы набрали ягоды, автобуса не было, и мы пешком должны были пройти очень большое расстояние, мы выберись сил. В это время ехала телега, лошадь тянула телегу, на телеге сидел пожилой человек, такой плащ палатки, и так не спеша ехал, увидел нас, пацанов с этими ведрами, ягод, едва плетущимися, сказали, садитесь, я вас подвезу. Это было принято там у нас на севере, всегда помогали люди друг другу, до сих пор там бесплатно помогают друг другу. Он по-доброму нас пригласил, мы сели, он стал с нами разговаривать всю дорогу и рассказал о своем опыте войны, Второй мировой, он участник был, он много рассказывал историй, и шутил, и смеялся, но мы, буквально, у нас сердце чуть не выскочило из груди, нам было страшно, нам было отвратительно, я не знаю, как мы это пережили вообще вдвоем, знаете, потом мы с этой телеги спрыгнули и убежали, сломя голову оттуда, панически убежали. Он рассказывал, что он служил в батальоне штрафников, их называли банда Рокоссовского, и он рассказывал, что они творили, эти люди, и он сам подробно, не стесняясь, нас рассказывал, а мы были воспитаны на героизме, мы нас учили в школе, понимаете, что это только героические подвиги, а он еще были другие вещи, и мы не могли совместить это в уме, понимаете, нам было так, травма была пожизненная, вот с этой двойственностью страшно, я столкнулся еще тогда, вот в те годы юные, вот так в жизни, видите, происходит, одновременно мы видим и хороших людей, и плохих, в одном человеке, буквально в одной личности это происходит, это труднее все нам и пережить, то что мы вроде общаемся, а потом выясняется и другая сторона в каждом из нас, и мы не знаем, как жить дальше, в каждом человеке. Скажите, карма наступает только после поступков или после мыслей тоже? Мысль это тонкая форма деятельности, она толкает человека к действию, то есть нет ничего тайного, что не станет явным, если вы думаете, никто не знает об этом, но эти мысли они провоцируют нам говорить об этом, искать себе союзников, с кем-то делиться мыслями необходимо, иначе мы заболеем, если мы не выражаем свои эмоции, свои мысли, если нам не с кем говорить, у нас будут психические проблемы, поэтому мы несомненно начнем действовать, если мы думаем постоянно о какой-то вещи, несомненно она выразится в наших действиях, и карма проявится. У нас вопрос еще один, какова карма человека, который, живя в государстве, пользуясь всеми благами его, но очень осуждает правительство, проявляет недовольство, если обладает некой властью, то встает в активную оппозицию, или еще серьезнее, покушается на жизнь правителя, и второй вопрос, есть ли разница мужской и женской кармы через призму эмоциональности и чувственности женщин? Сначала первый вопрос, значит, кто-то недоволен правительством своей страны, выступает, агрессивно себя ведет, превращается в агрессора. Этот путь уже многие прошли, тоже путь как бы в невежестве. Может быть, он прав в чем-то, но сами методы, они не помогают изменить мир к лучшему, то есть просто увеличивать насилие. Это так и есть нежный ком кармы. Насилие против насилия, а против этого насилия другое насилие. И мы начинаем думать, как, какие формы еще насилия придумать, какие еще виды оружия придумать, чтобы страх навести на неприятеля. Это гонка вооружения, так она сейчас называется. Просто гонка, все подчиняется этой гонке, превосходство, чтобы силу иметь. Это путь, который усиливает стресс, усиливает страх и недоверие, зарушает любовь и доверие в обществе, духовные какие-то ценности, люди разобщаются в конечном итоге и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, если человек недоволен чем-то, он должен предлагать что-то более ценное. Не просто устранять какую-то плохую вещь, а предлагать сразу же какую-то хорошую вещь. Например, я недоволен, лично я недоволен тем, что сейчас вообще как мир цивилизованный живет во всем мире. Неправильно, неправильно, я считаю, что это неправильный путь развития цивилизации. Я недоволен этим, но я что делаю? Согласно велическим писаниям, настремлением духовного учитель, я предлагаю хорошие вещи какие-то, начинаю делать хорошие вещи. Я немножко могу критиковать, что это неправильно, но я не буду агрессором, я буду предлагать хорошие вещи и делать хорошие не на кого-то другого, понимаете, а отвечать самому за свои поступки при этом, за те предложения, то, что я хочу сделать хорошего для людей, я должен также принять ответственность. Тогда другое дело, пожалуйста, если вы видите недостатки, сразу же предлагайте хорошие вещи, делайте их. Тогда путь будет правильным знанием. И второй вопрос, есть ли разница мужской и женской кармы? Да, это разная судьба, мужчина и женщина, конечно, это разная судьба, это не одно и то же. Быть женщиной, это не то, что быть мужчиной, труднее много раз. Это самая трудная карма в этом мире, быть женщиной. Особенно когда-то в прошлой жизни был мужчиной, очевидно. Ну, сегодня у нас уже мало различий между мужчиной и женщиной, все меньше и меньше. Ну, такая карма будет. Еще у нас Олеся задает вопрос. Самое лучшее служение Богу через духовного учителя. Что делать, если есть страх принимать духовного учителя? Кажется, что ты не готов и страшно совершить ошибки. Духовного учителя, да, нельзя принимать без миссии. духовного учителя? зачем же принимать духовного учителя? Но если вы готовы служить миссии духовного учителя, готовы, решительны, имея какие-то недостатки, это не проблема. Вы можете принимать духовного учителя, даже имея недостатки какие-то. Но вы готовы к служению, вы, значит, можете принять. В Шримад-Багава там описывается, что жену и детей сравнивают с грабителями с большой дороги, скрывающимися под маской родственников. Как в этой жизни не оказаться этим героем? Какова карма женщины? Да, да, это так и есть. Это самые большие бандиты. Это близкие родственники, мы знаем это. Они у вас все отберут. Семья, жена, дети все у вас заберут. Все, что у вас есть, все заберут. И скажут, и что ты? И ты вообще ничего для нас толком и не сделал. Всего этого мало еще людей. Но это имеет в виду обычное отношение. Людей в невежестве имеется в виду. Если есть семья, которая живет на уровне духовного знания, то, конечно, там не так. Не критикуются, нет. Есть же два вида семейных людей. И грехометха, и грехасха. Грехометха — это завистники, которые живут только для себя и конкурируют с другими. Вот там-то и рождается вот эта зависть и вот эти вот все проблемы. И там он просто, он… Человек отдает свою энергию попусту, служа такой семье. А грехасха — это духовный уклад жизни. Это приветствуется и прославляется. Эти люди, они поддерживают духовную цивилизацию, воспитывая лучших потомков и так далее. Они бескорыстны, они много совершают жертв в своей жизни. А если говорить просто о материальной стороне от семейной жизни, то вот так она описывается в Куранах, гробитель с большой дороги. Вы ничего не получите взамен. Отдадите все свои силы, свои семьи, взамен ничего не получите. Гурмахарадж, я прям чувствую, как проявляется Господь сейчас, потому что вот Олеся задала вопрос. Боюсь приглашать учителя в свою жизнь. А Инна Батырова пишет. Уважаемый Гурмахарадж, хочу следовать вашей миссии, распространять все твои имя. Как мне получить пранамамантру? Инночка, я вам скажу потом отдельно, но Гурмахарадж обязательно сейчас тоже ответит. Я 4 года считаю 8 кругов джапы, последние 4 месяца 16 кругов. В течение двух лет являюсь участником пищи «Жизнь» и «Тольятти». Последний год один из координаторов проекта «Работаю с волонтерами». Объясните, пожалуйста, извините за личный вопрос. Гурмахарадж, я могу, в принципе, потом все это объяснить, но, наверное, от вас будет очень ценно. Давай, ты сама оторганизуй. Похоже, что человек серьезный, искренне видишь, она прогрессирует от 8 кругов до 16, она занята служением, поэтому какие проблемы? Таких людей надо... И это ответ для Олеси. Ну вот есть те, с кем можно пообщаться, кто в процессе и кто уже определился. Как избавиться от темных, агрессивных мыслей? Подскажите, пожалуйста. Темные, агрессивные мысли. Научите их держать внутри себя. Научите их трансформировать при помощи переключения внимания на хорошие вещи. Почему мы говорим «занимайтесь служением», да, вот, скажем, плохие какие-то тяжелые времена. Может быть, даже голод, эпидемия, все что угодно. И темные мысли пойдут, и обвинять кого-то начнем, и начнем думать, кто виноват, и как так получилось. Да, естественно, такая реакция может быть от нас. Но если вы переведёте свои мысли на служение, эти мысли потеряют силу. Они не будут причиной ваших расстройств психических. Они не озлобят вас, не вернут в депрессию, не станете циником, потому что вы будете заняты служением, будете делать добрые дела при этом. Да, мысли может быть не очень хорошие, а дела должны быть хорошие наши, и слова хорошие. И так постепенно вы увидите, что добро сильнее зла. Внутри вас оно сильнее становится. И агрессивные, тёмные мысли ослабевают, теряют над вами власть. Хотя могут появляться, но власть уже не имеют. Спасибо огромное. Скажите, пожалуйста, почему, когда Господь приходит на землю, карма в виде старых проклятий тоже действует на Него? Это Его игра или карма сильнее всего на свете? Он потому и приходит на землю, чтобы как бы сжечь свою карму, рассчитаться, долги отдать, все проклятия, которые есть, исчерпать, и благословения все исчерпать, освободиться от кармы. Поэтому он и приходит в земной мир, потому что у него есть карма. У нас с вами много кармы, поэтому мы в земном мире. Видите, мы переживаем в течение жизни много, всяких событий, катаклизмов и так далее, постоянное беспокойство. Это наша судьба, наше рождение таково, что мы должны получить все эти реакции. Но мы будем с вами совершать хорошие вещи, мы будем служить Богу, и нас это не осквернит. Ольга задает вопрос. Гуру Махарадж, сейчас столько разных людей, которые попали в гущу военных событий и оказались в одинаковом положении, без крово, средств, в том числе и преданные. Это для всех и всегда результат их кармы? Господь их собрал на одной территории? Или для некоторых это милость, чтобы укрепить веру, чтобы послужить Богу, поддерживая, направляя других людей? Для преданных все милость, знаете. Недавно я встречался с преданными из Мариуполя, они приезжали сюда, в Краснодар. Через Крым они вышли, шесть человек, и, по-моему, трое детей было с ними. Они рассказывали все подробно, что они пережили, какой ад они пережили там, конечно. При этом они сияли, знаете. Я был удивлен просто, они сияли. Они шутили, они смеялись. Это были живые такие люди. Им все там давали деньги, просад, одежды им давали. Все преданные, кто встречался, им сразу что-то давали. У них же ничего нет. Сейчас им предлагают в какое-то хорошее место. Сразу они хотят все в своей группе остаться вместе. Они сблизились. Все они очень хорошо проповедуют. У них нет ни тени, ни агрессии, ни злобы, никакой вообще. Это преданные, поймите. Это наша семья. Семья Бога. Предлагаю хорошие вещи в противовес плохих. Например, не очень хороший человек должен выполнить свою обязанность, но он их не исполняет и тем самым вредит общему делу. Если ты сам делаешь это за него, и ты не хочешь это делать, так как он использует это себе во благо, как будет? Делать за другого обязанность или вредить общему делу? Мы не служим просто человеку за другого или для другого. Мы служим Богу. Для Бога можете делать все, что требуется. Все, что требуется. Как научиться отпускать? Очень большая привязанность к людям, к прошлому, к детям, к тем, кто ушел и не хочет общаться. Как научиться не привязываться так сильно, чтобы не страдать, когда приходит время прощаться? Мантру внимательно повторяйте. это как раз ум очистит. Практикуйте, пожалуйста. Время сейчас сложное для психики всех людей. Она очень тонкая наша психика, очень легко ранимая. Защищайте, пожалуйста, свой разум, свое сердце. Повторяйте мантру из имен Бога. Повторяйте внимательно. Будьте под защитой Бога. Как обрести качество терпения? Терпение? Если вы будете делать хорошие вещи, вы терпите что угодно. Служение помогает. Да. А что значит карма благословения? Каким образом человек, дающий благословение, должен отработать эту карму? Человек, дающий благословение? Да. Отработать карму? Да. А в чем карма? В благословении? Карма благословения. Каким образом человек, дающий благословение, должен отработать эту карму? Ну вот, меня просят благослови, я благословляю, говорю, благословляю. То, что вы отдаёте бескорыстно, то, что вы бескорыстно даёте, не является кармой. Это а-карма. А-карма. Отдаёте. Карма вы берёте себе, для себя. А карму вы отдаёте. Если вы даёте благословение, от чистого сердца бескорыстно, а кармы нет. Спасибо. Благодаря. Поясните, пожалуйста, что значит служить Богу? Можно ли служить Богу без духовного учителя? А чтение джапы — это служение Богу? Да, да, можно, можно. Но не совсем так, как вы говорите, без духовного учителя. Вы же всё равно узнали от кого-то, что нужно служить Богу. Какая-то форма гуру, значит, у вас есть. Раз вы услышали, делаете это. Поэтому нельзя сказать, что без духовного учителя вы совсем. Кто-то у вас есть, кого вы услышали в сердце, и делаете это. Какая-то форма гуру всегда присутствует. Старец Паисий Ситого, когда-то сказал фразу «Я бы сошёл с ума от несправедливости этого мира, если бы не знал, что последнее слово останется за Господом Богом». И, конечно, то, что сейчас происходит, кажется иногда, что страдают невинные. Возможно ли такое? Страдают невинные? По одному движению вы танцы не увидите. Это они сейчас невинные. Все мы невинные, когда спим, когда бездействуем. И все мы виноваты, потому что родились в этом материальном мире, вот в такой среде. Это то, что мы заслужили. Поэтому мы не видим всей картины кармы, поэтому нам кажется, что вот люди невинные страдают. Это как бы… Мы должны сострадание проявлять ко всему. Кто в нашем понятии невинный человек, конечно же, мы должны проявлять сострадание. Не обвинять людей, а проявлять сострадание, если они страдают. Но при этом понимать, что невинных людей не бывает. В этом мире не бывает невинных людей. Как принять насилие над детьми? Да как кто же это должен принимать? Это нельзя принимать. Вы думаете, раз мы это видим, мы должны это принимать? Нет, мы должны проповедовать, распространять знания. Мы должны знать средства, как поднять цивилизацию выше, над насилием. Но уровень любви и доверия — это большая работа. Мы не принимаем, поэтому и проповедуем, потому что мы не принимаем эти формы насилия, несчастья, страдания. Мы не принимаем это. Мы просто живём в таком мире, но не означает, что мы принимаем это. Поэтому мы проповедуем. Какая правильная реакция на такие факты? Реакция? Смотря каков ваш уровень духовный, вы будете по-разному реагировать. Например, есть генерал, а есть лейтенант. Это разный уровень ответственности и руководства, верно же? И обычно то, что делает лейтенант, для генерала называется микроменеджмент. Это то, что отвлекает от главных обязанностей. от всей стратегии, скажем, действий. И он не занимается микроменеджментом. Это вопрос, это лейтенант должен делать. Поэтому вы выбираете, что вы будете делать. Есть проповедники разного уровня. проповедники, которые проповедуют всему миру, как Шила Прабхупада, допустим. Они не будут касаться всех деталей. Детали касаемся уже мы, которые служим Прабхупаде. Мы больше вникаем в эти детали. Кто-то еще больше будет вникать в детали. Кто-то будет вникать в личную жизнь каждого человека, которого он встретит, найдет время. То есть по-разному это будет происходить. в зависимости от нашего калибра, нашего калибра сознания. Выбирайте себе то, где вы чувствуете сострадание, сколько вы чувствуете сострадания, какого качества. Действуйте с позиции сострадания, вашего сострадания. И всегда будете поступать правильно. А калибр разный. Если у вас сострадание распространится на весь мир, то вы будете проповедовать всему миру сразу же. Слышу вас. В нашем чате вот в этом маленьком мире девочке 20 лет. Владислава. Украина. Она из Украины. Война — это наша карма. Понимая и принимая это. Но что сейчас делать нам в новых реалиях жизни? Кто-то в другой стране, кто-то в новой семье, кто-то сирота. Как изменить карму своей страны? И также, что делать человеку, когда начинается война? Чтобы был алгоритм четких действий, если она придет, у человека будут знания. Я тоже думаю об этом. Как возродить, скажем, величие России? Потому что я, ну как, живу в этой стране. Я чувствую, что тоже какой-то долг же есть. Я же получил образование. То есть я жил, я пользовался законами, услугами. И мне тоже не безразлична судьба России. Я тоже не хочу, чтобы были войны, какие-то вот кровавые события. Но с позиции как бы ведического знания я понимаю, что для этого нужно раскрыть знания людям. А как мы по-другому поможем? Ну, только вот будем дуть на этот чири, понимаете, подуть немножко. Но скрыть-то мы не сможем, если мы не хирург, мы операцию не сможем провести. Нам нужны основательные, глубокие знания, если мы хотим повлиять на мир. Нам нужно многому научиться. если вы будете просто конфликтовать, вы потеряете время зря. Учите распространять духовные знания. Учитесь сами распространяйте духовные знания. И у людей не будет выхода, как принять потом эти знания. Просто другого выхода-то нет. Других знаний нет. Это вечные истины. Их нужно возродить. И так есть величие Украины, величие России, величие Франции, величие Германии, величие Индии. В чем это заключается? В высшем духовном сознании каждый возродится в своей религии, в своей нации. Пожалуйста, это разнообразие прекрасно будет. То есть возродить дух именно. а не национальные какие-то концепции, шовинистские, нацистские и другие вещи. Это неправильный путь. Спасибо. Что такое групповая карма? Карма рода, например, или карма народа? Например, весь народ должен расплачиваться за совершенное его правительством или только те, кто совершал греховное действие? Мы немножко уже говорили об этом, что народ может быть и невинный, в невежестве имеется в виду, но он действует в неправильном направлении при этом весь народ, если управление неправильное. Поэтому страдает вся страна. То есть невинный почему? Невинный, потому что не знает, что не ведает, что творит. В этом смысле невинный, но делает он вещь неправильной при этом. Он не знает об этом, он думает, что он правильно поступает. а жизнь на случай, что страдания в итоге приходят. И мы начинаем думать, что же правильно, как же жить по-другому. То есть невежественных людей нельзя обманывать, это опасно. Люди, рабочие, они в невежестве, скажем, да, они не философы, хорошо, они не стремятся к наукам, но они умеют работать, они поддерживают всё государство своим трудом. Вот их нельзя обманывать, этих людей. Нельзя им давать неверное направление деятельности. Вот эти все табачные, винные, там, наркобизнес, там, бойни, многие другие вещи, которые люди должны делать, да, для государства. Но это неправильное направление деятельности. И страдать будут все в итоге. Нельзя направлять в безбожную сторону государства и людей вовлекать вот в эту деятельность, безбожную. Или в какую-то придуманную религию. За это несёт ответственно вся страна. А знаете, как с чего началось? Это написано в читании Черепа Америки, что когда-то, как сбивается с толку страна целая, да, целая страна, скажем, когда-то в этой стране оскорбили каких-то святых людей или причинили им насилие. Вот это было начало, что вся страна сбивается с курса. Гур Махарадж, просто какая-то космическая активность в чате. И есть два, две просьбы от участников. Первое, это есть те, которые хотят, чтобы вы благословили их на вегетарианство. Я не знаю, я знаю, одна обратилась с просьбой, но вы, кто хотел бы тоже благословение Гур Махараджа. Можете поднять руку там вот в чате в пространстве и, если это возможно, Гур Махарадж, ну, пролейте свою милость, вот милость вашего благочестия на то, чтобы у людей по этой милости это получалось. Вот вижу Альнира, я знаю, что Женечка хотел бы, хотела бы, Эглута вижу из Литвы, Саша Полуэктова. Вот это первая просьба. Я только рад дать такие благословения, только, пожалуйста, не питайтесь скудно, изучайте виническую кулинарию, чтобы полноценно питались и пищу освещайте обязательно. Вот на это все благословения. Спасибо большое. Мы делали целый курс «Аскеза. Путь к себе» и мы рассказывали, как в доме делать алтарь, как освещать пищу, как вкушать просад, как преподносить пищу Богу. Я думаю, что мы будем повторять эти вещи. И еще одна просьба Индира Мадови, если это возможно, хотел бы попросить вас попросить благословений для всех нас, Угру Махараджа, на истинное служение Господу. Это настоящая искренняя просьба, ценная. Это очень ценно, что ты сейчас сказала. Если вы все готовы к служению Богу, вы самые удачливые души в мире. Вы нас благословляете? Да, да, я не знаю. Я перед вами кто сейчас? Если вы, такие мотивы у вас в сердце, Боже мой, я должен учиться у вас. Я тоже пытаюсь служить Богу, видите, мне тоже нужна поддержка. В этом мире всем трудно. Поэтому давайте друг друга поддерживать вот в этом направлении, друг друга поддерживать. Вы меня будете поддерживать, я вас буду поддерживать. Мне уже Довикинанна Прабу дал наказ, что я просто не имею права больше вас задерживать. Я уже сама это чувствую. И похоже, что вот Господь так распорядился, что мы получили сегодня по максимуму. Я в самом начале сказала, что у меня единственное желание последние 9 лет это радовать вас, радовать Бога. Но я заметила одну интересную тенденцию. Чем больше я пытаюсь радовать вас, тем больше я радуюсь сама. Это как-то заразно, знаете, и это чревато. Я не могу спрятать свою улыбку и свою радость. Поэтому по этим признакам, которые для меня очевидны, я делаю вывод, что и вы, и сам Господь радуются. Скажите что-нибудь на прощание, пожалуйста. На прощание? Ну, по традиции все мы желаем друг другу самых лучших вещей. не просто, что к вам пришла какая-то удача такая председневная, да, но чтобы ваша жизнь была направлена верным русским всегда, стабильно, чтобы вы не сбивались с этого направления духовного. Это хочу всем пожелать, чтобы вы были сильными духовно, выдерживали эту двойственность, побеждали свои темные стороны, если еще остались в сердце какие-то темные мысли, там, не знаю, или обиды, чтобы вы всегда поднимались выше, 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 выше. И вы уже знаете, как, вот здесь уже видно по лицам, у вас есть сияние, у многих опыт, значит, есть уже духовных эмоций. Вот всегда будьте, пожалуйста, в служении, не пытайтесь господствовать над кем-то, обвинять кого-то, просто будьте в служении. Вы всегда будете идти к Богу таким путем. Спасибо всем большое за эту встречу, рад вас было всех видеть в таком настроении, позитивном, добром. Мои поклоны, всем благ.